МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежедневно мировое научное сообщество обнародует новые результаты исследований о коронавирусной инфекции. Но вопросов о вирусе и вакцинации против него остаётся немало. Что такое цитокиновый шторм? Цитокиновый шторм – это такое состояние, когда иммунная система вместо того, чтобы бороться с возбудителем, начинает нападать на человека, у которого происходит это явление. Это состояние характерно не только для коронавирусной инфекции, оно было описано для многих других респираторных дистресс-синдромов. В частности, МЭРС, САРС и так далее, и так далее. Его можно давить, если вовремя поймать и назначить курс, так называемый пульс гормональных кортикостероидов. Из этого состояния можно выйти, но для этого в момент появления этого явления нужно иметь возможность быстро оказать медицинскую помощь. То есть, практический вывод для людей – не затягивайте до тяжёлого состояния. Чувствуете, что нехорошо – обращайтесь за медицинской помощью. С появлением новых штаммов коронавирусом заражаются и вакцинированные казахстанцы. Однако они переносят болезнь гораздо легче. Почему так происходит? Дело в том, что коронавирусная инфекция – это такая же инфекция, как и все другие. Прививка даёт вам, во-первых, выработку антител, включая антитела, которые могут вырабатываться очень быстро после повторного попадания, благодаря наличию так называемых клеток памяти. Прививка оставляет в вашем организме Т-киллеры, то есть, клеточные факторы защиты, которые, тут же увидев поражённый вирусом компонент, накинутся и его уничтожат. Прививка обучает быстро реагировать фагоциты, прививка обучает быстро реагировать систему интерферона. То есть, это то же самое, что и тренировка. Чем больше вы тренируетесь, тем больше шансов победить в спортивном состязании. Прививка – это тренировка, которая готовит вас к будущему попаданию антигена. Чаще всего коронавирусная инфекция влечёт за собой повреждение слизистой носа. Как восстановить её после ковида? Если у человека, заболевшего коронавирусной инфекцией, до заболевания был хронический риносинусит инфекционный, или круглогодичный аллергический ренит, или сезонный аллергический ренит, то лечение этих заболеваний после выздоровления проводится по общим правилам. При подавляющем большинстве случаев коронавирусная инфекция проходит как так называемый пневмонит. Не пневмония, то есть лёгкие остаются белыми, в них накапливается жидкость, после какого-то времени эта жидкость рассасывается. Это называется пневмония. Для коронавирусной инфекции более характерен так называемый пневмонит. Лёгкое становится красным или кровавым. Это связано со свойством коронавируса активировать процессы свёртывания прямо внутри сосудов. У многих людей после этого происходит полное рассасывание, полное восстановление. У части людей этот процесс неполный и лёгкое как будто бы зарастает, в нём образуется фиброз. Стараясь обезопасить себя от COVID-19, люди принимают в профилактических целях антивирусные препараты. Правильно это или нет? На сегодняшний день нет ни одного убедительно доказанного методами доказательной медицины A, то есть с самым большим вариантом доказательности препарата противовирусной активности. Вспомните 12 протоколов, когда мы то вводили какой-то противовирусный препарат, гидроксихлорохин, то выключали его. Коронавирус – один из самых серьёзных вызовов человечеству. Вакцинируйся, защити себя и своих близких.